Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Как вы меня видите и слышите, если все хорошо со связью, нажмите, пожалуйста, на огонек в правом нижнем углу, чтобы я понимала, все ли хорошо, могу ли я продолжать. Благодарю вас за вашу активность. Смотрю, что нас уже достаточно много. Напишите, пожалуйста, из каких вы населенных пунктов, кто по профессии, пока Татьяна Викторовна вам рассказывала, я уже читала, ознакомилась. Представлюсь, меня зовут Журова Инна Александровна, для тех, кто меня не знает. Сегодня мы с вами поговорим об использовании кубиков блума в педагогической работе с детьми дошкольного возраста. И начать свое выступление я хотела бы с притча. Однажды беседовали два учителя. Один из них удивился. Почему твои ученики сами приходят к тебе за советом, а мои меня избегают и невнимательно слушают? Второй поделился секретом. Не давай им готовое решение, а научись правильно формулировать вопросы, которые помогут найти ответ. И тогда те, кто ищет этот ответ, сами к тебе придут. И вот эта притча тесно связана с федеральным государственным общеобразовательным стандартом дошкольного образования, где говорится, что основным приоритетом образования сегодня становится его личностно ориентированная направленность. Задача педагога заключается не в передаче готовых знаний и умений, а в создании условий для развития личности ребенка. Каждый педагог в процессе планирования образовательной деятельности задумывается над ее целями, конкретными задачами. Как повторить, обобщить или систематизировать знания по теме. Как закрепить умения, как сформировать интерес к теме, к проектной деятельности. Подбирается необходимый материал, составляются задания и так далее. Именно здесь многие из педагогов попадают в ловушку. Все вопросы и задания сводятся к тому, чтобы воспитанник знал и понимал материал. Но сегодня актуальным является вопрос не столько передачи знаний от педагога к воспитаннику, сколько о воспитании мотивированной, инициативной личности, ориентированной на успех. В настоящее время воспитаннику нужно не столько передавать готовую информацию, сколько познакомить с методами ее получения, осмысления, применения, в результате чего он овладевает способами извлечения знаний, необходимыми ему в дальнейшем для саморазвития. Для достижения данной цели необходимо, чтобы педагог организовывал образовательную деятельность в соответствии с задачами, способствующими развитию знаний, идей, навыков у детей. Образовательная деятельность должна разрабатываться таким образом, чтобы воспитанникам была предоставлена возможность продемонстрировать свои знания по изучаемой теме, подвергнуть сомнению определенные предложения, предположения, скорректировать убеждения и сформировать новое понимание. И здесь педагогам на помощь может прийти таксономия Блума. Что это такое? И кто такой Блум? Еще в середине 50-х годов XX века американский ученый, психолог университета в Чикаго Бенджамин Блум сделал интересное открытие в результате интервью с известными музыкантами, математиками, пловцами. Он утверждал, каковы бы ни были способности детей в раннем возрасте, без активной поддержки и специальных методов обучения, они вряд ли достигли бы тех высот, покорив которые они стали знаменитыми. Блум обследовал выдающихся людей и на основе данных, полученных в результате этой работы, описал модель воспитательных и образовательных приемов, которые помогли полному развитию талантов этих людей. Модель Блума была ориентирована на сферу познавательных функций и названа таксономия уровней познания Бенджамина Блума. Предложенная им теория разделяет образовательные цели на три блока – знаю, творю, умею. То есть ребенку предлагается не готовое знание, а проблема. А он, в свою очередь, используя свой опыт, познание, ищет пути разрешения данной проблемы. И немножко о таксономии. Наиболее разработанной и часто используется классификация целей в рамках познавательной области. Она представляет собой вот такую иерархическую шестиуровневую структуру. Она перед вами на экране. Знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка. Снизу вверх идем. Более подробно у каждого из этих уровней, чтобы понимать вообще, о чем идет речь. Уровень знания. Это самый нижний, начальный уровень. И все цели, относящиеся к этому уровню, формулируются в терминах воспроизведения. Например, назвать, перечислить. И здесь достаточно познакомить воспитанников с соответствующей информацией так, чтобы они смогли ее повторить. Следующий уровень – это понимание. Чтобы продемонстрировать достижение этого уровня, воспитанник должен изложить изучаемый материал своими словами. Способность изложить информацию своими словами подтверждает, что воспитанник ее усвоил. То, что произошло, запечатление информации и ее переработка. Далее идем. Уровень применения. На этом уровне цели формулируется в терминах применения полученных знаний в изученной и новой, то есть частично измененной или совсем даже новой ситуации. Далее уровень анализа. И цели данного уровня предполагают, что воспитанники в состоянии разделить изученный материал на отдельные составляющие. Далее уровень синтеза. Достигнув цели этого уровня, воспитанники могут эффективно комбинировать усвоенные знания, формировать из них новые конструкции. Далее. Высокий уровень оценки. И это самый высокий шестой уровень, на котором воспитанники демонстрируют отношения, делают содержательные оценочные суждения об изученном материале, о новых данных, относящихся к изученной области. Доксономия Блума – это не просто схема классификации, это попытка организовать различные мыслительные процессы, как иерархию. В этой иерархии каждый уровень зависит от способности воспитанника работать на этом уровне или уровнях, соответственно, уже даже ниже его. Например, чтобы воспитанник мог использовать знания третьего уровня, он должен иметь необходимые знания, которые касаются первого уровня, и обладать пониманием, соответственно, вторым уровнем владеть. Применив таксономию Блума, педагог может спланировать образовательную деятельность, задействовав все уровни познания. Итак, мы получаем инструмент, который поможет отслеживать, насколько эффективно мы побуждаем к деятельности все типы интеллекта воспитанников в образовательной деятельности. Путем переработки учебных заданий по таксономии Блума формируются умения и навыки воспитанников. Учебные задания в соответствии с уровнями учебных целей таксономии Блума формируют различные навыки. Какие? Первые три уровня таксономии – знания, понимание, применение. Они формируют репетитивные, то есть репродуктивные навыки, виды деятельности, которые заключаются в умении повторить или воспроизвести усвоенную ранее или только что полученную информацию без искажения ее смысла. Задания уровня анализа и синтеза направлены на формирование когнитивных навыков. Это виды деятельности здесь, которые требуют познавательного умения, направленного на трансформацию явной или скрытой информации. Основой таких навыков являются знания, которые нужны для дальнейшего глубинного познания образовательной области, либо те, которые в дальнейшем преобразуются в междисциплинарные знания. Задания уровня оценивания направлены на формирование поведенческих навыков. Это те внешние и внутренние формы поведения, посредством которых личность проявляет свое самовосприятие. Восприятие окружающих, восприятие различных жизненных ситуаций через свою манеру реагировать и действовать. Основой таких навыков являются жизненно важные знания, которые доминируют в обыденной жизни. В образовательную деятельность педагоги дошкольных образовательных учреждений могут включать интересные приемы на основе токсономии БУМа, о чем я как раз и буду сегодня рассказывать. И чтобы было более понятно все-таки, давайте разберем разработку вопросов и заданий на основе токсономии БУМа дошкольном образовательном учреждении на примере всем нам известной русской народной сказки «Гуси и лебеди». Идем опять же по той пирамидке, которая была на предыдущем слайде. Уровень знания. Самый нижний, начальный уровень. Напоминаю, все цели, относящиеся к этому уровню, формулируются в терминах воспроизведения. Назвать, перечислить. И здесь всего лишь достаточно будет познакомить воспитанников соответствующей информацией, так, чтобы они смогли ее повторить. Примерные вопросы. Какие могут быть? Вспомни, куда так спешила Аленушка после ухода родителей? Опиши, где живет Баба Яга? Расскажи, как помогла яблонька, а потом можно и печка, и речка, Аленушке с братцем. Перечисли всех героев этой сказки. Следующий уровень – понимание. Чтобы продемонстрировать достижение этого уровня, напоминаю, воспитанники должны изложить изучаемый материал своими словами. Способность изложить информацию своими словами будет подтверждать, что воспитанники ее усвоили. Какие вопросы здесь? Кто автор этой сказки? Почему ты так решил? Объясни, почему гуси-лебеди забрали братца? Сделай вывод и озвучи, что было бы с Аленушкой братцем, если бы печка не захотела им помогать. Можно ли сказать, что эта сказка учит исправлять свои ошибки? Подтверди примерами, что ради спасения брата девочке пришлось преодолевать множество препятствий, но она все-таки сумела вернуть его домой. Ну и так далее. Следующий уровень применения. На этом уровне цели формулируются в терминах применения полученных знаний в изученной и новой ситуации. Вопросы. Покажи с ребятами, как можно поиграть в эту сказку. Реши, какой план можно составить к сказке. Отбери героев из предложенных и разыграй сказку. Проведи эксперимент и подумай, за что ты можешь быть благодарен другу. Дополни, подтверди, что семья – это самое дорогое, что есть у человека. Далее уровень анализа. И цели данного уровня предполагают, что воспитанники в состоянии разделить изученный материал на отдельные составляющие. Примерные вопросы. Разбери сказку на части. Проанализируй мысль, если совершил оплошность, умей исправить ее последствия. Систематизируй сюжет и подумай, можно ли назвать путь к сказке в сказке зеркальном. Сказка «Густь и лебеди» показывает зеркальный путь в следующую дорогу. Аленушка идет к реке, к яблоньке, к печке, обратно возвращается по той же дороге уже вместе с братцем. Еще что здесь можно предложить. Сравни три главные мысли сказки, приведи примеры. Первая, какая главная? Делай людям добро, и оно вернется к тебе в трудную минуту. Вторая – слушайся маму и папу, и все будет с тобой в порядке. Третья – если что и натворил, постарайся исправить это, и тогда тебя не накажут. Можно предложить сравнить, какими словами встретила Аленушка яблонем, печку при первой встрече, при второй встрече. Что касается уровня анализа. Дальше. Уровень синтеза. Достигнув цели этого уровня, воспитанники могут эффективно комбинировать усвоенные знания, формировать из них новые конструкции. Какие могут быть здесь вопросы? Представь, что Аленушка не оставляла братика одного. Вот как ты думаешь, чем бы закончилась эта сказка? Придумай конец сказки. Если бы Аленушка не одумалась и струсила, что было бы? Добавь дополнительного героя в сказку, кто это будет, и так далее. Далее уровень оценки. Напоминаю, что самый высокий уровень, шестой. Воспитанники демонстрируют здесь отношения, делают содержательные оценочные суждения об изученном материале, о новых данных, которые относятся к изученной области. Какие могут быть здесь вопросы? Как вариант. Можно ли судить о том, что в сказке главными темами являются забота о родных, ответственной за их судьбу? Верно ли утверждение, что если поможешь кому-нибудь, то и он поможет тебе в ответ? Почему? Верно ли утверждение, если не слушаться родителей, может случиться беда? Почему? Какие важные черты качества характера проявила Алёнушка, спасая брата? Обобщи и скажи, чему можно научиться при прочтении этой сказки? Можно ли объявить ребятам, что это хорошая, поучительная сказка о добре и зле? Почему? Дай оценку сказки «Гуси-лебеди», подтверди, что она построена в первую очередь на семейных ценностях, учит дорожить близкими и помогать им. Вот в таком формате это может быть в работе. И в жизни ребенка дошкольного возраста игра занимает одно из ведущих мест. Игра для него основной вид деятельности, форма организации жизни, средства всестороннего развития детей в современном мире. И на сегодняшний день создано большое количество дидактических компьютерных игр. Конечно, педагог может купить готовые уже дидактические игры или скачать, но проблема состоит в том, что не все готовые игры ориентированы решать конкретные речевые задачи с учетом комплексно-тематического планирования дошкольного образовательного учреждения. С учетом индивидуальных способностей детей группы. Для решения данной проблемы мы внедрили, успешно опробировали кубик Блума. Обучение по методике Блума позволяет воспитанникам в силу своих возможностей выполнять познавательные и речевые задания. Тем самым успешный результат приносит ребенку уверенность и интерес к решению умственных задач. А нам, как педагогам, реализовать имеющиеся знания по данной инновационной технологии и эффективно решать конкретные познавательные и речевые задачи с учетом комплексно-тематического планирования и индивидуальных особенностей детей группы. В результате использования кубика Блума дети овладевают основными культурными способами деятельности, проявляют инициативу, самостоятельность в разных видах деятельности, игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и так далее. Воспитанники обладают развитым воображением, которое реализуется в различных видах деятельности. Прежде всего, конечно, в игре умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам. Воспитанники проявляют любознательность, задают вопросы взрослым, сверстникам, интересуются причинно-следственными связями, пытаются самостоятельно придумывать объяснения явлением природы, поступкам людей, проявляется желание наблюдать, экспериментировать. Простота использования изготовления позволяет педагогу использовать кубик во всех видах деятельности с детьми. Кубик представляет собой объемную фигуру, на гранях которой написаны слова. Либо, кто не умеет читать, можно нарисовать схемы картинки. Наиболее, конечно, это будет приемлемо для дошкольников. Так вот, вот эти картинки, слова, они являются отправной точкой для ответа. Таким образом, ребенку не предлагают готовое знание о проблему, а он, используя свой опыт, знания, должен найти пути решения этой проблемы. На шести гранях кубика детям предлагают шесть алгоритмов. Назови, почему, объясни, предложи, придумай и поделись. Формулируется тема урока. То есть, тема должна обозначить круг вопросов, на которые нужно отвечать. И правила игры с кубиком Блума достаточно простые. Каждым участникам образовательных отношений может быть сформулирована тема, занятие или любой другой совместной образовательной деятельности. Взрослый или ребенок бросает кубик, выпавшая грань указывает на тип вопроса. Вопрос должен начинаться с этого слова. И здесь несколько вариантов. Первый вариант вопросов формулируют взрослый и второй вариант вопросов формулируют дети. Вот этот, конечно, вариант требует определенной подготовки от детей. Затем происходит обмен составленными вопросами и совместный анализ ответов. Играем так до тех пор, пока все грани кубика не будут задействованы. И классификация вопросов. Сейчас о них расскажу. Прием кубика блума уникален тем, что позволяет формулировать вопросы самого разного характера. Одна грань назови предполагает воспроизведение знаний. Это самые простые вопросы. ребенку предлагается просто назвать предмет, явление, термин и так далее. Например, чтобы было тоже более понятно, назови животных, которые впадают в зимнюю спячку. Назовите, как называется сказка, в которой герой убежал от всех встречавшихся на его пути. Данный блок можно разнообразить вариативными заданиями, которые помогают проверить самые общие знания по теме. Можно предложить, например, назвать главных героев сказки Колобок. Ну, пусть так будет. Можно предложить ученикам прочитать, кто умеет. Естественно, прочитать текст и заполнить таблицу да, нет по тексту. Дело в том, что кубик блума используют не только в дошкольных образовательных учреждениях, также и в школе. Поэтому, если у нас есть специалисты школьного профиля, пользовать. Дальше, следующая грань «почему?» вопрос. Этот вопрос позволяет сформулировать причинно-следственные связи, то есть описать процессы, которые происходят с указанным предметом, явлением. Тоже в качестве примера. Почему заяц меняет цвет меха зимой? Почему Колобок так поступил? Для чего ему это надо? Почему математику называют царицей наук? Почему вымерли динозавры? опять же, и так далее. Следующая грань «вопрос объясни». Это вопрос уточняющий. Он помогает увидеть проблему в различных аспектах и сфокусировать внимание на всех сторонах заданной проблемы. Например, какие изменения в лесу происходят зимой? Объясни, как удавалось Колобку от всех убежать? Объясни, почему колобок от всех героев убежала от леса? Нет. Дополнительные фразы, которые помогут сформулировать вопросы для этого блока. Ты действительно думаешь, что? Ты уверен, что? Ну, и так далее. Следующая грань с вопросом предложи. Ребенок должен либо предложить свою задачу, которая позволяет применить то или иное правило, либо предложить свое видение проблемы, свои идеи. То есть ребенок должен объяснить, как использовать то или иное знание на практике для решения конкретной ситуации. Опять же, в качестве примера. предложи, как можно помочь лесным жителям зимой. Предложи, как бы ты поступил на месте колобка. Предложи, как можно спастись колобку. И так далее. Все правда, чтобы было понятно. Следующее. Придумай. И это вопросы творческого характера. Содержат в себе элемент предположения, вымысла. Придумай свою кормушку для птиц. Придумай, что будет, если на земле исчезнут все источники пресной воды. Придумай свою версию концовки сказки. Еще грань поделись. И вопросы вот этого блока предназначены для активации мыслительной деятельности детей. Учат их анализировать, выделять факты, следствия, оценивать значимость полученных сведений, центировать внимание на их оценке. И вопросом этого блока желательно добавлять эмоциональную окраску, то есть сконцентрировать внимание на ощущениях, на чувствах ребенка, на его эмоциях, которые вызваны, названы темой. Например, как плохо, что или когда и так далее. Мне очень понравилась сказка, потому что кубик блума можно использовать с дошкольниками любого возраста по всем образовательным областям. Наиболее удобно применять этот прием на обобщающих занятиях, когда у детей уже есть представление о сути темы. Занятие с использованием кубика блума может быть как групповым, то есть ответы на вопросы нужно тогда будет формулировать вместе, так и индивидуально. При подведении итогов непосредственно образовательной деятельности педагог обращаясь к детям говорит у меня есть необычный кубик разноцветный. Этот кубик очень любопытный и на каждой его стороне вопрос. Давайте узнаем, что кубик хочет у нас спросить. Затем дети по очереди бросают кубик, педагог читает вопрос, дети отвечают. Еще как вариант другие могут быть формулировки вопросов. На гранях может быть написано что или кто это одна грань что кто потом другая грань где дальше когда зачем и почему а шестая грань там ставится знак вопроса. Вот этого еще один вариант кубика блума. В идеале можно сделать один куб с вопросами использовать его и на занятиях и при проведении совместной деятельности педагога с детьми. Обсуждение прочитанного после прогулки что еще здесь может быть. утренний вечерний круг и так далее. Но педагог несомненно должен уметь задавать вопросы которые будут отражать и раскрывать тему. На просторах интернета очень много в настоящее время вариантов кубика блума. Педагоги подбирают их не только в зависимости от возраста детей но и по тематическим неделям по знаменательным датам по режимным моментам и так далее. Каждый выбирает для себя содержание вопросов от простых до сложных коротких развернутых конкретных узконаправленных и так далее. Кстати дополнительные материалы по ссылке вы можете пройти там различные варианты кубика блума есть они готовы к распечатке просто склеить вырезать склеить и используйте пожалуйста в своей работе. В качестве примера что здесь еще может быть вопросы от педагога по сказке Ганса Христиана Андерсона «Гадкий утенок». Первая грань что кто? Кто написал сказку «Гадкий утенок?» Что подумала мама утка когда увидела гадкого утенка первый раз? Когда он вылупился из яйца? Вторая грань «Где?» Где жил гадкий утенок зимой? Третья грань «Когда?» Когда утенок понял что его не любят? Дальше «Зачем гадкий утенок поплыл к лебедям на озере?» Почему никто не помог гадкому утенку когда его обижали на птичьем дворе? И шестая грань помните говорила что там знак вопроса например «Почему нельзя обижать тех кто не похож на других? Какой вопрос для тебя был самым трудным?» И вопрос кто что где когда зачем почему они действительно универсальны Педагог может сформулировать их по своему по любой теме на любом занятии и не только при подведении итогов но и непосредственно во время занятия например для уточнения задания или более полного раскрытия темы приведу пример занятия по познавательному развитию перелетные зимующие птицы тоже чтобы было более понятно какие там вопросы могут быть что заставляет птицу летать в теплые края где птицы которые не улетают находят себе еду зимой когда и почему птицы возвращаются из теплых стран зачем люди устанавливают скворечники почему возвращаются перелетные птицы и шестая грань вопрос любой вопрос здесь касающихся темы перелетных птиц например каких перелетных птиц ты знаешь как вариант еще пример для младшей группы и тема занятия домашние животные кого называют домашними животными почему их так называют где могут жить домашние животные попугай собака курочка перечисления дом клетка сарай курятин и так далее когда обижают животных что они чувствуют зачем нужны домашние животные собака например зачем нужна а корова зачем нужна почему нужно заботиться о домашних животных кубики грани кубика можно также еще другой вариант немножко грани можно обозначать разными цветами первый вариант ребенок называют цвет взрослый читает вопрос второй вариант ребенок бросает кубик выбывшая грань указывает на тип вопроса педагог озвучивает вопрос ребенок должен дать на него ответ И примеры граней на слайде. Ребенок бросает кубик, где выпадает определенная грань задания. Педагог должен рассказать ребенку, какая грань для чего и какой вопрос. Пример. Выпала грань. Объясни. Ребенок при выполнении задания описывает, ну пусть будет данный фрукт, изображенный на картинке. Во время игры проводится подгрупповая индивидуальная работа по развитию словаря, формированию грамматического строя речи согласно данной лексической теме. Согласно Федеральному государственному общеобразовательному стандарту дошкольного образования, введение образовательной деятельности по ранней профориентации детей дошкольного возраста рассматривается как неотъемлемое условие их всестороннего полноценного развития. И цель – это создание условий для формирования знаний о профессиях взрослых. Игровое правило здесь будет какое? Отгадав загадку о профессии, заданную воспитателем, ребенок находит на кубике картинку-отгадку. Пример. Выпала грань «Назови». Во время игры ребенок называет правильное название профессии, составляет небольшой рассказ в соответствии с сюжетной картинкой. При неправильном выполнении задания передается вход к следующему игроку. Мальчики с удовольствием играют с машинками. И для большего расширения знаний мы создали новый кубик по теме транспорт, это как вариант. Данная игра способствует решению речевых задач и ознакомлению детей с различным видом транспорта. Цель здесь – это создание условий для закрепления умения, классифицировать, группировать, сравнивать различные виды транспорта. Игровое правило будет следующее. Ребенок кидает кубик. Выпала грань «Сравни». Например, по заданию педагога ребенок сравнивает. И в данной игре участвуют два ребенка. Дети кидают кубик. Выпала грань «Сравни». По заданию педагога дети сравнивают различия данных видов транспорта, которые показаны на картинке. В любое время года наши воспитанники с удовольствием играют в игру «Птица нашего края». И данная игра способствует решению образовательных задач в рамках лексической темы «Птица» и закреплению знаний детей о птицах нашего края. Целью этой игры является создание условий для закрепления умения группировать, сравнивать птиц в зависимости от времени года. Дети стоят, либо сидят в кругу, педагог, находясь в центре, бросает кубик. Кому он бросит кубик, тот ребенок и будет описывать данную птицу по картинке. Например, выпала грань «Описать». Ребенок описывает данную птицу, опираясь на мнемосхему, с которой был ранее знаком. Еще тоже варианты использования кубика блума в дошкольном возрасте. Например, вместо стандартных вопросов можно использовать следующее. Опиши форму, размер, цвет, назови по имени и так далее. Сравни, то есть, сравни заданный предмет или явление с подобными, укажи сходство и различие. Назови ассоциацию, с чем ассоциируется у тебя данный предмет, с чем ассоциируется у тебя данное явление, с чем можно сравнить. Сделай анализ, то есть, расскажи, из чего это состоит, как сделано и прочее. Грань «Примени», приведи примеры использования или покажи применение. Оцени, то есть, укажи все плюсы и минусы. Еще, тоже в качестве примера, как можно использовать кубик блума на непосредственно образовательной деятельности на тему квадрат. Объясни, что такое квадрат. Квадрат – это геометрическая фигура, состоящая из сторон и углов. Почему квадрат не катится? Назови элементы квадрата. Четыре стороны, четыре угла. Предложи, как из квадрата получить ромб. Что нужно делать? Перевернуть. Придумай, что может быть квадратным. Активизируем правое полушарие головного мозга. Поделись своими наблюдениями, где в жизни ты встретил квадратные предметы. Как можно использовать кубик блума на непосредственно образовательной деятельности по грамоте? Назови, какие бывают звуки. Сравни гласные и согласные звуки. Объясни, для чего нам нужны красные, синие, зеленые фишки. Предложи сыграть в игру, например, лилипут и великана. Почему одни согласные твердые, другие мягкие? Придумай слова, которые бы начинались с согласного звука. Еще творческие задания по речевому развитию с помощью кубика блума. Возьмем на примере сутеева мешок яблок. Итак, уровень у нас запоминания. Какие могут быть здесь вопросы? Назови героев сказки. Назови главного героя, назови автора сказки. О чем эта сказка? Скажи, откуда у зайца появились яблоки? Найди на картинке героев, которые принесли гостинцы. Напомни, почему зайчиха сказала «Вот так чудеса». Перечисли, кого встретил заяц в лесу. Повтори имена зайчат. Опиши встречу зайца и волка. Повтори по памяти песенку, которую пел заяц. Расскажи, как заяц перехитрил волка. Следующий уровень у нас с вами понимание. Какие здесь могут быть задания и вопросы? Составить правильный маршрут зайца. По картинкам здесь имеется в виду. Для чего заяц набрал яблок? Вспомни поведение ворона в начале и в конце сказки. Почему она себя так вела? Почему звери принесли в дом зайца угощения? Сравни, в чем принесли свои гостинцы мельчатый ежик? Обобщи и скажи одним словом, какие гостинцы принесли в дом зайца крот, например. Почему заяц ведет себя по-разному при встрече волка и зверей? Почему медведь принес мед, а не капусту? Мельчата орехи, а не мед. Крот овощи, а не орехи и мед. Ну и так далее. Можно ли назвать зверей и зайца друзьями? Почему? Как по-другому можно было бы назвать эту сказку? Дальше следующий уровень у нас с вами применения. Какие могут быть здесь вопросы и задания? Составь мнемодорожку по сказке. Произведи отбор положительных и отрицательных героев сказки. Объясни, почему ты их так распределил. Как нам в группе применить на практике поступок зайца? Изобразите встречу зайца и зайчат. Каким был бы конец сказки, если бы заяц в лесу нашел грибы и ягоды? Каким бы был конец истории, если бы заяц собрал грибы и ягоды около дома? Придумай по аналогии сказку про семью, например, мышек, ежиков и так далее, еще кого-нибудь. Найди вечером дома больше информации о том, чем питаются зайцы. Далее поднимаемся выше уровень анализа. Что здесь может быть? Какими качествами обладает жадный человек? А какими качествами обладает добрый человек? Как ты думаешь, кто пришел бы в дом к зайчихе, если бы заяц не угостил зверей в лесу яблоками? Сделай вывод о поступке зайца. Какой он? Что о нем можно сказать? Что было бы, если бы ворона не рассказала всем зверям про голодных зайчат? И так далее. В следующий уровень создания предлагается, например, сочинить начало сказки, придумать конец сказки. Вот если бы заяц никого не встретил, что здесь можно было бы тогда? Не волка, не зверей. Какое окончание сказки могло бы быть? Можно предложить сконструировать сказку из лего или из пластилина. Можно предложить добавить нового героя, которого заяц мог бы встретить в лесу. Спрогнозировать конец, если бы вместо яблони заяц встретил бы дуб. Как изобрести игру, мешок, яблок. Ну и опять же и так далее. И шестой уровень оценивания, оценка. Оцени поведение зайца. Можно ли критиковать зайца за то, что он пришел домой с пустыми руками? Почему? Оцени поведение вороны. Что можно рекомендовать вороне? Обосну и высказывание, что дерево держится корнями, а человек друзьями. Как можно измерить доброту? И чему учит эта сказка? Кубик блума можно использовать также на занятиях по изобразительной деятельности. Например, берем тему «Хохомская роспись». На гранях кубика написано «Что? Кто? Где? Когда? Зачем? Почему?» И шестая грань – знак вопроса. Что использовали мастера для того, чтобы их изделия блестели и краска не стиралась? Где придумали роспись по черному фону? Когда можно использовать такую красивую посуду? Вопрос «Зачем?» и «Почему?» можно заменить на вопрос «Какие?» Какие приемы хохомской росписи вы знаете? Какие цвета используются в хохомской росписи? Какие приемы хохомской росписи ты будешь использовать в своей работе? И так далее. Или сделать вопрос «Какое? Какое?» на шестой грань. Тоже как вариант. Ну и педагоги – люди же творческие, правильно? Видоизменяют кубик, чтобы было детям интересно. Даже придумывают новые формы его воплощения. Например, ромашка блума. Или ромашка вопросов и ответов. Этот прием достаточно популярен в мире современного образования. Он основан на работе с текстом. Но является универсальным и может быть использован педагогом во всех образовательных областях. И главным в работе является осмысление информации. Практика показывает, что дошкольников с этим нередко возникают проблемы. Одним из основных приемов осмысления информации является постановка вопросов и поиск ответов на них. Научить ребенка мыслить – это одна из главных задач образования. Ромашка блума состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит определенный тип вопроса. Таким образом, шесть лепестков, шесть вопросов. И шесть типов вопросов. Сейчас я вам их озвучу. Опять же, извините. Тяжело долго разговаривать. Так вот. Первое – это простые вопросы. Далее – уточняющие вопросы. Практические вопросы. Вопросы интерпретации. Творческие вопросы и оценивающие вопросы. Более подробно. Простые вопросы. Это такие вопросы, отвечая на которые, нужно получить какие-то конкретные сведения. Вспомнить и воспроизвести некую информацию. Что? Когда? Где? Как? И вопрос следует начать со слова «назови». Вопросы, которые требуют от нас знания фактического материала. И ориентированы на работу памяти. Извините, пожалуйста. Следующий вид вопросов – это… А, еще не рассказала про рекомендации. Рекомендации по использованию простых вопросов. Какие могут быть? Спросите у ребят, что по их мнению означает, например, это слово. Спросите, где можно узнать значение этого слова. Просите детей привести примеры словосочетаний, содержащих это слово и так далее. Работаем с фактической информацией. Дальше. Следующие. Это уточняющие вопросы. Обычно они начинаются со слов «то есть ты говоришь что?», «если я правильно поняла, то я могу ошибаться, но, по-моему, ты сказал о?» и так далее. И вот цель этих вопросов – уточнить информацию, которую вы только что получили от собеседника. Иногда их сдают для получения информации, отсутствующей, но подразумевающейся сообщения. И вопрос следует начинать со слова «объясни». Здесь, возможно, ошибки. Какие? Повторяю сказанное слишком подробно и дословно. Слишком подробное уточнение может вызвать различную реакцию. У кого-то может возникнуть страх, у кого-то даже раздражение. Некоторые задают не уточняющие, а наводящие вопросы. Их еще называют формирующими. Некоторые просят уточнить то, что им полностью непонятно. Случайно, выхватив какой-то отрывок информации, некоторые педагоги задают к нему уточняющий вопрос. И вот это лишняя трата времени. Если не поняли, что вам сказали, то либо ничего не хотели сказать, либо следует попросить повторить сказанное еще раз. И некоторые еще могут использовать негативную мимику и жесты. Уточняя, мы проявляем интерес к точке зрения другого человека. Подчеркиваем ее ценность для нас. И уточняющие вопросы необходимы для формирования у ребенка способности выражать свои мысли. Уточняя, мы обобщаем услышанное, возвращаем свое понимание полученной информации собеседнику. Ребенок узнает о том, как он только что выразил свою идею. Он уточняет сказанное, тем самым совершенствуя свои речи мыслительные способности. Следующее, это практические вопросы. Устанавливают взаимосвязь между теорией и практикой. Как можно применить? Что можно сделать из? Где в обычной жизни можно наблюдать? Как бы вы поступили на месте героя? И вопрос следует начать со слова «предложи». Они позволяют трезво оценить ситуацию, степень реальности ваших планов, увидеть проблему со стороны. Далее, интерпретационные или объясняющие вопросы. Некоторые философы считают, что сущность человеческого восприятия состоит в постоянной интерпретации происходящего. То, что мы воспринимаем, мы перед этим себе объясняем. Просто это происходит так быстро, что мы не успеваем порой отдать себе в этом отчет. И побуждая детей к интерпретации, мы учим их навыкам осознания причин тех или иных поступков или мнений. Начинаются, как правило, со слова «почему» и направлены на установление причин наследственных связей. Почему листья на деревьях осенью желтеют? Если ответ на этот вопрос известен, он из интерпретационного превращается в простой. Следовательно, данный тип вопроса срабатывает тогда, когда в ответе присутствует элемент самостоятельности. При решении проблем они могут вдохновить нас на свежие идеи, позволят получить развернутую информацию об интересующем нас объекте, выяснить непонятные нам причины действий и поступков людей. Объясняя поведение персонажей сказок или других произведений, дети развивают вариативность мышления, а также способность к осознанию причин собственных поступков. Каковы здесь могут быть рекомендации по использованию интерпретационных вопросов? После своего вопроса и ответа ребенка сделайте паузу. В течение одного обсуждения не нужно задавать больше четырех вопросов интерпретации. За один раз не выслушивайте больше двух-трех версий ответов. Не стоит выпускать сразу весь пар, оставьте еще его на потом. Творческие вопросы – это вопросы, формулировки которых присутствуют элементы условности, предположения, прогноза. И данный тип вопроса чаще всего содержит частицу «бы», элементы условности, предположения, прогноза. Что изменилось «бы», что будет «если», как вы думаете, как будет развиваться сюжет в рассказе «после». И вопрос следует начать со слова «придумай». Когда ребенок преобразует вида, изменяет учебный материал, он тем самым присваивает его. Целью этих вопросов является предоставление детям возможности для обратной связи относительно того, что он только что сказал. Иногда их задают с целью получения информации, отсутствующей в сообщении, но подразумевающейся. И оценочные вопросы – это вопросы, которые направлены на выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов. Почему что-то хорошо, а что-то плохо? Вот как вы относитесь к поступку главного героя? И так далее. Вопрос следует начать со слова «поделись». Они являются лучшим инструментом выбора из имеющихся у вас идей и вариантов решения проблемы. Очень важно с детского возраста учить детей отдавать себе отчет в тех эмоциях, которые оказывают влияние на мышление. И осуществлять это призваны так называемые оценочные вопросы. Речь идет о типе вопросов, которые вовлекают в работу эмоциональную сторону мышления. Какие чувства вызывает у тебя этот отрывок? Или это сказка? Этот рассказ? Как ты относишься к этому герою? Что ты чувствуешь, решив эту задачу? И не надо, конечно, еще злоупотреблять оценочными вопросами. Даже взрослым людям бывает сложно говорить о своих эмоциях. И образец использования приема, тоже, чтобы было более понятно. Зачитываем текст в качестве примера. Саня и Ваня возвращались из школы домой. Шли они лесом. Лес совсем необычным стал. Не рыжий, не зеленый, а бело-серый. Стволы снегом припорошила. Ноги так и проваливаются в снег. А под снегом хрустят и шуршат сухие листья. Хвоя и сучья. Саня взял сучок и что-то написал на снегу. Ваня посмотрел, прочитал. Саня, подумаешь, вот весна придет, снег растает и ничего из твоих букв не останется. Ваня достал нож из портфеля и на стволе березы вырезал. Ваня, вот это другое дело. А ты на снегу, сказал он. Ну и дурак. Почему? Да потому что всю жизнь люди будут ходить мимо березы и говорить. Вот дурак этот Ваня, объяснил Саня. И какие вопросы? Простые. Кто главный герой рассказа? Что, где происходит действие в рассказе? Когда происходит действие в рассказе? Каким описан зимний лес в рассказе и так далее? Уточняющие. Если я правильно поняла, то действие в рассказе происходит зимой? Я могу ошибаться, но, по-моему, главные герои рассказа возвращались домой в школу. Интерпретационные. Почему Ваня вырезал свое имя на стволе береза? Почему Саня назвал Ваню дураком? Творческие. Что изменилось бы, если бы Саня не написал свое имя на снегу? Как, по вашему мнению, отреагировал Ваня на последнюю реплику Саня? Практически. Как бы вы поступили на месте Вани? Как бы вы поступили на месте Саня? И оценочные. Почему поступок Вани вызывает осуждение? Кто из друзей был прав? Аналогично составляются вопросы к сказкам. Репку сюда можно взять, и колобок, теремок, три медведя, красная шапочка и так далее. Вот в таком формате. И использование кубика Блума только на первый взгляд кажется трудным. Но практика показывает, что прием очень нравится детям. Они быстро осваивают технику его использования. А педагогу этот прием помогает всесторонне развивать и в активной, занимательной форме проводить занятия. Использование приема кубик Блума является инновационной практикой, которая помогает в работе с детьми систематизировать полученные знания. Сфокусировав внимание на всех сторонах заданной проблемы. И закончить свой вебинар мне хотелось бы словами Алисона Кинга. Умеющие мыслить, умеют задавать вопросы. Я хочу поблагодарить вас за работу, поддержку. Надеюсь, вам этот опыт пригодится в вашей деятельности. Если есть вопросы, задавайте. Спасибо огромное за ваши отзывы. Очень приятно. Важно знать, что вебинар оказался полезным. Благодарю. Спасибо. Очень рада, приятно. Спасибо. Если вопросов нет, я тогда отключаюсь. Ждем вас на наших вебинарах. Всего блага. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...